Как говорится, весна идет весне дорогу. Правда, весна уже заканчивается, но сезон аллергии в самом разгаре. И прямо сейчас мы поговорим с главным внештатным аллергологом, иммунологом Министерства здравоохранения Челябинской области Натальей Абрамовой. Об этом явлении. Наталья, доброе утро. Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, вот еще несколько лет назад аллергия считалась таким каким-то эксклюзивным заболеванием, непонятным, с непонятной статистикой. Мало кто им болел, а вот сейчас уже, мне кажется, это все более так стало, ну, больше таких людей. Так больше их стало, что болеет аллергия. Вы знаете, я не совсем с вами соглашусь, потому что еще во втором веке врачи диагностировали реакцию на пыльцу. И весенним полинозом болел Наполеон вообще-то. И Анна Ахматова, известная поэтесса. Я думаю, что в настоящее время, конечно, аллергии стало больше. Это связано, во-первых, с урбанизацией, а во-вторых, это связано, конечно же, с улучшением диагностики. То есть у нас сейчас роскошный метод диагностики. Это и кожное тестирование с современными диагностическими тестами. Это и диагностика по анализу крови, определение специфических антител. Но вообще распространенность по данным эпидемиологических исследований, то есть когда берут большое количество населения, да, и врачи прицельно выявляют аллергии. Распространенность аллергии, например, у нас в Челябинской области среди молодежи составляет 28%, а среди работников промышленных предприятий города Челябинска около 40%. То есть, конечно, процент высокий. Но по данным обращенности это лишь 2%. Бывает ли так, что родился ты без аллергии, а потом приобрел ее, что называется, из-за вот этих факторов, мне кажется, которые вы сейчас тоже перечислили? Да, да, конечно, такое встречается, и нередко мы диагностируем первые явления аллергических заболеваний у пациентов из 70 лет. Но, как правило, все-таки способствуют проявлению аллергического заболевания какой-то эксцесс, какая-то необычная ситуация, например, тяжелое оперативное лечение, массивная антибактериальная терапия или терапия какими-то другими препаратами, то есть какой-то стресс для организма. И это может запустить процесс аллергического заболевания. Но вот чтобы выявить, на что человек реагирует, я так понимаю, делаются пробы, и вот сейчас не то время, когда можно делать эти пробы, правильно? Совершенно верно, вы правы. Тесты на кожу, так называемые тесты ин вива, то есть на человеке, они более достоверные, конечно, но мы можем их проводить вне обострения аллергического заболевания. Как правило, аллерготесты на кожу у пациентов мы проводим с сентября по апрель. А вот в период, когда цветут активные растения, конечно, мы это тестирование проводим. Но есть альтернатива, есть диагностика по анализу крови. А приготовиться вообще к этому процессу возможно или нет? Как-то облегчить все-таки? Потому что знаю таких людей, которые начинают подряд 25 раз чихать, и все это заложено. Сезон аллергии, да, вот это вот можно предвосхитить как-то? Ну вот, знаете, последние дни идет дождь. Сама природа нам помогает, да, и нашим пациентам. Это первое. Ну, во-вторых, конечно же, есть средства, которые убирают симптомы болезни. Это антигистаминные препараты и кортикостероидные препараты, которые мы используем местно, да. Это и капли в глаза, спреи в нос, это ингалятор для того, чтобы лечить аллергию бронхов. Ну, а, конечно, лучше всегда предупредить, вот, чтобы предупредить, есть специальные методы лечения. То, как раз, чем занимаются врачи-аллергологи-иммунологи, это лечение аллергенами или аллерген-специфическая иммунотерапия, которая проводится заранее, до сезона. Она длительная, она хлопотная, но это процент 80-90%, успех 80-90% случаев. А полностью излечиться возможно или нет? Избавиться от аллергии? Вы знаете, про излечение аллергии мы никогда не говорим. То есть, если диагноз поставлен, он у человека на всю жизнь. Мы можем говорить о ремиссии болезни, когда нет клинических проявлений в заболевании и когда нет потребности в терапии. Ну, в общем-то, нет клинических проявлений болезни, и человек живет полноценной жизнью. Это ремиссия. Так вот, после проведения аллерген-специфической иммунотерапии, вот этого метода лечения, ремиссию мы наблюдаем и 5 лет, и 15 лет, и у некоторых пациентов даже 20 лет. Спасибо вам большое за то, что рассказали об этой болезни. И я так понимаю, что если вдруг человек впервые столкнулся с проявлением аллергии, не нужно заниматься самолечением, обратитесь к специалисту. С нами на связи была Наталья Абрамова, главный внештатный аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Челябинской области. Ну, а сейчас мы вам подскажем, чем же можно заняться со своим ребенком, оставаясь дома. Рубрика называется «Не один дома». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова